Украинские политики все такие яркие индивидуальности. Каждый говорит, что он не похож на других, что его программа кардинально отличается. А потом смотришь на их обещания или на ту же программу и думаешь, кажется, где-то я это уже видела. Сегодня мы с вами поговорим о популярных обещаниях, которые из года в год дают многие политики. Обещают и не выполняют. Прежде всего, это касается народных депутатов. Угадайте, о чем в первую очередь пойдет речь. Правильно, о снятии депутатской неприкосновенности. Такое обещание, к примеру, было в программе партии «Батьковщина» и «Самопомощь». В разное время его давали депутаты Мустафана Ем, Александр Жалобецкий, Андрей Женькович, Олега Суховский, Андрей Ильенко, Михаил Головко и другие. И что в итоге? В Верховной Раде уже несколько лет лежит президентский законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов. Его то отправляют в Конституционный суд, то на доработку в Комитет. И, как вы понимаете, парламент восьмого созыва его рассмотреть уже не успеет. Так что и дальше народные избранники могут ничего не опасаться. Еще одно популярное обещание, выполнение которого «Слово и дело» очень ждет, потому что нам надоело об этом писать – вести механизм отзыва народных депутатов. То есть, если избиратель считает, что нардеп не справляется со своими обязанностями или виноват в чем-то еще, то можно запустить процесс отзыва его мандата. Кто только это не обещал – Ярослав Лубневич, Александр Анищенко, Владимир Орешенков, Сергей Каплин, Сергей Мельник, Олейз Довгий и другие. В парламенте есть уже как минимум шесть соответствующих законопроектов, но они либо теряются в Комитете, либо для них нет голосов. Поэтому процедуры отзыва у нас нет. Выбрали депутата? Терпите. Кроме того, парламентарии часто обещают дать власть и простым людям. Вести, например, народное вето или вотом недоверие. Были такие обещания у Николая Лешняка, Анатолия Явлахова, Константина Ищейкина и Вадима Кривохатька. Но потом, видимо, нардепы думают, что не стоит кого-то наделить властью, кроме себя, и просто не работают над соответствующими инициативами. Кстати, наш президент Владимир Зеленский тоже обещал народовластие и отзыв народных депутатов. Пишите в комментариях, как вы думаете, выполнит ли он свое обещание или нет. Вспомним о наболевшем. Цене на газ. Кто у нас специалист в этой теме? Главный радикал Олег Ляшко. Ляшко прошлой осенью не раз обещал, что его фракция не будет голосовать ни за какие решения, пока повышение цен не отменят. Но каждый раз свое обещание проваливал. Чуть не забыла про Юлию Владимировну. Она ведь тоже не раз обещала не голосовать или блокировать трибуну, пока вопрос с повышением цены на газ не изменится. Однако, как и радикалы, Батикевщина быстро сдавалась. Но не только Ляшко и Тимошенко любят на коммуналке попиариться. Александр Вилков вообще был готов объединиться с кем угодно, только чтобы снизить цену на газ. Но так и не присоединился ни к чьим протестам по этому вопросу. Александр Суганяк уверял, что тарифы на газ будут пересмотрены. Константин Павлов хотел установить мораторий на повышение стоимости коммуналки. Не выполнено? Не выполнено. А все это потому, что пора бы признать, что вся эта тема с коммуналкой, ценой на газ, чистой воды популизм. Похоже, даже если цену снизят, депутаты будут требовать и обещать еще, дабы показать, что вот мы вместе с народом. Аналитики сайта «Слово и дело» каждый день слезят за выполнением обещаний украинских политиков. Так что заходите на наш сайт и читайте. Это будет особенно полезно перед выборами. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых видео. Подписывайтесь на наш канал.